Сергей и Анна познакомились в институте, но отношения у них завязались не сразу. Решительные шаги к сближению Сергей предпринял только на пятом курсе. Вечером шёл с катка, увидел Анну и понял, что не должен упустить её. После окончания вуза молодые люди поженились, и теперь они вместе работают в Овнеев. В семье Стёпушкиных четыре ребёнка, три мальчика и одна девочка. Союзу Анна и Сергея уже 13 лет. Девочек мы ждали долго, 13 лет, ей почти годик. Первому на старшему 12 лет, потом 10, 4, ну и вот, как я сказал, уже один годик почти нашей дочке. Дочка у нас, мы сначала думали, она будет спокойная, послушная. Оказалась ещё та девчонка, как мы её называем, атаманка. У всех мальчиков тоже разный характер. Коля не по возрасту мудрый и серьёзный, Володя – добрый и отзывчивый, а Ваня – настойчивый и иногда неуступчивый. Вся мужская половина семьи занимается спортом. Мальчики ходят в хоккейную школу и посещают бассейн. А старший Николай ещё осваивает трюки на самокате. Я катаюсь на самокате трюковом. Я не очень горжусь своими успехами, потому что я знаю людей, которые катаются, ну, скажем, получше меня. Я хочу развивать свой навык, я тренируюсь. Также я с папой начал тренироваться вот здесь, на спортивной площадке, чтобы за лето набрас сил и вырасти. Я занимаюсь хоккеем. Мы в области заняли третье место и нас взяли играть за Россию. Там у меня друзья, интересно. Ну, ещё потому что тренер добрый. Так-то я ещё увлекаюсь турниками. Я хочу попасть на супернинде «Дети». Сергей и Анна Стёпушкины живут и воспитывают детей в духе христианских ценностей. Поэтому семья отмечает все большие православные праздники. Ходят в храм. Хорошей традицией для них стало совместное участие в крестных ходах. На досуге родители с детьми любят вместе смотреть и обсуждать фильмы. По возможности Стёпушкины ездят в гости к родным и близким, чтобы встретиться, отметить праздники, поделиться новостями. За годы совместной жизни у супругов появился свой рецепт семейного счастья. Не мериться своими делами. То есть, я устал, я сделал больше, ты там доделывай. Нет, так делать не нужно. Каждый всё равно автоматически обидится. Вот, и такой дальше, вытекающий дальнейший из этого рецепт. Нужно предугадывать, как помочь супругу, или он мне как помогает. То есть, если я с ребёнком или с уроками устала, он в это время может приготовить ужин. Нужно предугадывать, как помочь, чем облегчить день, труды. Воспитывать четырёх детей непросто, признаются супруги. В трудные минуты им помогают родные. Чтобы перезагрузиться, Анна и Сергей занимаются любимыми хобби. А ещё поддерживают друг друга в любом деле, не распределяя обязанностей. Силы у нас в помощи друг другу. То есть, мы никогда не делим каких-то обязанностей. Но это у нас то, что это ты делаешь, это я делаю. Мы даже больше стараемся каждый сделать больше другого. Чтобы как-то полегче было друг другу. Да, сложно. То есть, свободного времени вообще почти нету. Но хорошо помогают родители. Ну, как сказать, я... Если бы мне сказали бы, что-то изменить. Я бы изменил, но ещё в большую сторону. Ещё бы захотел ещё ребёночка. У многодетной семьи много забот, но ещё больше – счастья. Анна и Сергей радуются, когда дети делают успехи. И когда видят в ребятах плоды своих трудов. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.